Hello, hello, привет, друзья! С вами Елена Викторовна, канал OK English. Приветствую вас в своём плейлисте Sound Natural, где в каждом уроке мы с вами разбираем одно интересное выражение, оборот разговорного английского языка и ориентируемся мы с вами на американский вариант. Хотя, в принципе, очень много выражений используются как бы во всех вариантах английского, в британском, в австралийском, в канадском, там, где угодно, да, но основные как бы что у нас, Америка, Канада имеют очень близкий вариант английского, Австралия, Британия тоже, в общем-то, близки, хотя Австралия там как бы свои приколы, кто был в Австралии, у кого есть знакомые, те об этом знают, конечно же. Итак, друзья мои, сегодня в 53-м уроке нашего курса, который будет в идеале состоять полностью из 100 уроков, у нас оборот It's my fault for, это моя вина, вина за что-то там, то есть я в этом виноват. Вот, видим, что оборот очень простой, It's my fault, не обязательно использовать for, for будет стоять только если вы после этого даете сразу существительное, но если вы хотите пояснить отдельным предложением, в чем же заключается вина, то for вам, друзья мои, не нужно будет. И вот здесь я вижу, что почему-то ни одного примера с for у нас не дали, ну, в общем, такой вот момент, друзья, мы имеете в виду, что предлог может быть, но только если после него идет существительное. It's my fault we missed the bus. Это моя вина, что мы пропустили автобус, то есть я в этом виновата. Missed the bus – это пропустить автобус, не успеть на него. It's my fault. И сразу видим пояснение без союзов, без запятых. It's my fault we missed the bus. Но при переводе на русский, естественно, будем добавлять что, да, моя вина, что мы пропустили автобус. Или можем переводить чуть-чуть по-другому. Я виновата в том, что мы пропустили автобус. Или даже так. Из-за меня, my, да, из-за меня мы пропустили автобус. It's my fault you didn't get paid in time. Это я виновата, что тебе вовремя не заплатили. Get paid – это получить оплату, да, когда вам заплатили. Get плюс глагол в третьей форме. Работает эта связка как пассивный залог, просто вместо be используем get. You didn't get paid – тебе не заплатили. On time – вовремя. It's my fault you didn't get paid in time. Из-за меня тебе вовремя не заплатили. It's my fault we lost the game. Это моя вина, что мы проиграли игру. То есть мы проиграли из-за меня. It's my fault we lost the game. Видите, русское «из-за меня» дословно вообще на английский трудно перевести. Поэтому мы должны подбирать какую-то фразу-заменитель. И вот it's my fault сюда отлично подходит. Кстати, если вам сильно хочется, можно еще that добавить. It's my fault that we lost the game. То есть такой вариант тоже возможен. Ну, видим, что очень просто пользоваться тем оборотом. Просто запомните интересный вариант перевода. И диалог. Я не могу найти свои ключи от машины. Извини, это из-за меня. Я случайно закрыла ключи в машине вчера вечером, когда я возвращалась домой. Ну, хотя бы они не потерялись. Да, это правда, но как же теперь ты их достанешь? А у меня есть еще один набор ключей, привязанный под машины. Ого, это уно. И так, я не знаю, честно говоря. Я бы не рискнула привязать ключи от машины под машину, честно говорю, друзья мои. Но у меня действительно есть второй комплект ключей. Если один потеряется, второй у меня всегда есть. Окей. I can't find my car keys. Я не могу найти ключи от машины. I can't find. Не могу найти. Теперь что? Машинные ключи, если переводить дословно, не говорят англичане, американцы keys of the car или from the car или как там еще. Так вообще не принято говорить. Просто ставим слово-характеристику car перед словом keys. И мы понимаем, что ключи имеют характеристику, к чему они относятся, к слову car. Такой принцип словообразования, когда несколько существительных становится рядом, последнее является ядром о предыдущей его характеристикой, очень подробно у нас разобран в синем Мёрфи в 80-м уроке. Зайдите, очень классный урок. Я считаю, один из самых полезных уроков во всей грамматике. Поэтому вот очень вам рекомендую. 80-й урок, словаобразование, два существительных рядом. I can't find my car keys. Не могу найти ключи от машины. I'm sorry, it's my fault. Прости, но это я виновата. I'm sorry, прости. То есть я извиняюсь, да? It's my fault. Опять же, я виновата. То есть я опять извиняюсь. Поэтому тут сразу два извинителя. I'm sorry, it's my fault. То есть я очень-очень извиняюсь. И бровки надо вот так вот домиком сделать. I'm sorry, it's my fault. Прости, я так виновата. I accidentally locked them in the car last night when I came home. Я случайно их закрыла в машине вчера вечером, когда вернулась домой. Accidentally, случайно. Знаем слово accident. Происшествие, несчастный случай. То есть что-то, что случайно произошло и привело к плохим последствиям. Accidentally, соответственно, тоже случайно. I accidentally locked them. Я их случайно закрыла. Lock – это закрыть на замок. Когда вы, например, выходите из дома, you lock the door. То есть вы дверь закрываете на замок, чтобы никто не мог зайти. Поэтому вот имейте в виду. Ну и слово lock, соответственно, также используется как замок. I accidentally locked them. То есть я их закрыла на замок, защёл. Но in the car, в машине, last night, прошлым вечером. И ещё пояснение when I came home. Когда я вернулась домой. Ну не знаю, честно говоря, трудно понять, как такое могло случиться. Ну, в принципе, действительно, такое иногда случается. У меня, правда, вот ни разу такого не было. Машину просто никак не закроешь, если ты не нажмёшь на брелок с сигнализацией. Но я видела как-то случай. Тоже ребята вышли из машины. Я как раз там рядом стояла. Мороженое ела, друзья мои. И они пытались скрыть машину. Не могли, да. Ключи остались внутри. Бить стекло было очень жалко. И они там, наверное, полчаса, пока я ела это мороженое, гуляла, да. Они скрывали эту машину. Вы знаете, они её таки вскрыли. Как так вскрыли. Поэтому для меня стало большим удивлением, как в фильмах, в сериалах так быстро вскрывают машины. Да, что-то там пропустили шнурочек, щёлкнули там, дверь открылась. Всё, за секунду. Как это? Я видела, как это трудно сделать. Может быть, сноровка нужна? Не знаю. Ну, в общем. I'm sorry, it's my fault. I accidentally locked them in the car last night when I came home. Well, at least they're not lost. Ну, они хотя бы не потеряны. At least, хотя бы, как минимум. Be lost – это потеряться, да, когда что-то потерялось. Соответственно, это пассивный залог. И lost – это третья форма глагола lose. They are not lost. То есть, они не потерялись. Они не потеряны, они не пропали. That's true. But how are you going to get them out? Да, это правда, но как же ты их достанешь? That's true. Это правда. Так и есть. But how are you going to? Ну, как ты собираешься? Be going to – это собираться что-то сделать. How are you going to get them? Как ты собираешься их достать? Get out – то есть достать оттуда. Вытащить оттуда. Get out. Фразовый глагол out показывает направление из ограниченного пространства. That's true. But how are you going to get them out? I have another set of keys tied under the car. У меня есть еще один комплект ключей, привязанный под машины. I have – у меня есть. Another set of keys – еще один комплект ключей. Set – это комплект, набор. То есть, когда у вас, в общем, что-то укомплектовано. Вот это называется set. Set of keys – соответственно, набор ключей. То есть, там, как минимум, идет всегда. Ну, что, ключ, сигнализация там. Может быть, брелок от гаража. Или ключ от гаража. Set of keys. Tied under – привязанные под машиной. Tie – это привязывать что-то. I have another set of keys tied under the car. That was smart thinking. Вот это ты круто придумал. Это ты хорошо подумал. That was smart thinking. Запомните, интересное, кстати, понятие smart thinking. То есть, думать умно, да? Не просто делать вид, что ты думаешь, а правильно подумать. Прийти к правильным выводам и сделать правильные вещи. Smart thinking. That was smart thinking. Ну, вот диалог наш подошел к концу. Еще разочек давайте его прочитаем просто с паузами. Каждую реплику, чтобы вы успели еще раз подумать над тем, о чем мы с вами поговорили. I can't find my car keys. I'm sorry, it's my fault. I accidentally locked them in the car last night when I came home. I have another set of keys tied under the car. That was smart thinking. Новые слова, которые нам встретились в этом уроке. It's my fault. Это моя вина. Я виноват, из-за меня случилось. Get paid. Получить оплату. То есть, когда человеку заплатили. Accidentally. Случайно. Lock. Запереть что-то на замок. At least. Хотя бы, как минимум. Get out. Вытащить что-то. Или выбраться. Иногда, как вариант перевода, из ограничного пространства. Set of keys. Комплект ключей. Tie. Привязывать. А теперь, друзья мои, моя любимая часть. Прочитаем этот диалог по ролям. Кстати, я рада узнать, что вам эта часть так же приглянулась и понравилась. И мне многие написали люди, что им нравится со мной читать по ролям. Я очень рада, друзья мои. Это просто для меня, как для учителя, счастье, когда мы с учеником на одной волне, и у нас все вместе отлично получается. Итак, давайте почитаем этот диалог. Я буду A, а вы будете B. Я буду Arnie, а вы будете Birdy, например. I can't find my car keys. Well, at least they're not lost. I have another set of keys tied under the car. Okay. Меняемся ролями. Start, please. I'm sorry, it's my fault. I accidentally locked them in the car last night, when I came home. That's true, but how are you going to get them out? Hmm, that was smart thinking. Okay, как видите, ничего сложного в нашем диалоге нет. И последнее задание, друзья мои, обязательно вместе с диктором. Еще раз прослушайте весь материал, слайд 1, слайд 2. Прослушайте то, что мы сегодня разобрали. Я думаю, что на слух будет все понятно, но если что-то непонятно, просто переслушайте материал несколько раз. Я думаю, что все вопросы уйдут. Если все-таки что-то непонятно, обязательно спрашивайте в комментариях. И благодарю вас за просмотр данного урока. Занятие провела Елена Викторовна. Канал OK English. Подписывайтесь на него, если до сих пор этого не сделали. И смотрите новые уроки от меня. Данный плейлист будет постепенно пополняться. И мы с вами через какое-то время запишем, проработаем все 100 уроков данного курса. Курс большой, за один день его никак не запишешь. Но мне кажется, постепенно, вот так урок за уроком. Держите темп, друзья мои. Если не успеваете, ничего страшного. Если у меня люди пишут, что «Елена Викторовна, я за вами не успеваю, пожалуйста, не удаляйте курс». Я не буду удалять этот курс. Еще раз вам повторяю, он будет находиться на моем канале вечно. Только если канал, конечно, не забанят. Но даже если что-то случится с каналом, я эти материалы не удаляю. То есть я найду, как предоставить вам доступ. Поэтому, друзья мои, учитесь по моим урокам. Не бойтесь, материалы никуда не пропадут. Желаю вам успехов в изучении английского языка. До скорой встречи. Bye-bye. I can't find my car keys. I'm sorry. It's my fault. I accidentally locked them in the car last night when I came home. Well, at least they're not lost. That's true. But how are you going to get them out? I have another set of keys tied under the car. That was smart thinking. That was smart thinking.